Там есть целый набор инструментов, сервисов, помимо каймана, не менее стоящий и достойный внимания, индикатор свободной позиции. Там все подробно рассказывают. И там в личном кабинете загружена очень большая история. Вы сможете лично убедиться в том, что эти индикаторы генерируют стоящие сигналы. Ну и, как я уже сказал, для каждой валетной пары есть свои сакральные продержи. Евротолар, по сути, я уже прорекламирую 30-70, но у других валетных инструментов они могут быть другими. 80-20, 40-60. Лично убедитесь в этом сайте. У нас есть и готовое решение для МТ-4. Это фактический вид, который указан на платформе. Это определенный набор инструментов, судя по сути, как индикатор россияне, в свое состояние активно. И есть еще и советник, который также доступен в ВЛК. Это советник, который позволяет торговать, опять же, по тем сигналам, которые генерируются к этому. Но это для тех, у кого недостаточно времени, чтобы искать все эти уровни возможностей. Советник делает это. Да, новый дом участие. У вас есть? Да, новый дом участие. Да, ему, по сути, чуть больше полухода. А кто его разработчик? Я. А-а-а. То есть, нигде больше вас или больше стокастик? Стокастик анализирует, точнее, старается анализировать вместе с ССЯ и по сути объем. Мы смотрим за количеством трейдеров и смотрим за тем, как я сказал, ведет себя толпа. Потому что, если большая часть трейдеров открывает сделку, например, на покупку евро-доллара, вы сами прекрасно понимаете то, что рынок вряд ли захочет уважить всех. Это вряд ли обязательный. Рынок всегда идет по пути на меньшинство потилей. И дает зарабатывать тем, кто находится в меньшинстве. И поэтому именно этот посыл и, по сути, лег в основу того концепта, который я вам изложил, и стал фундаментом для анализации психологии и умения, как мы делаем большинство. Но вы же можете знать количество трейдеров в верхнем месте только в вашей компании? Вы же можете знать? Поверьте, еще раз возвращаюсь к такой практике, как большинство и меньшинство. Те десятки тысяч трейдеров, которые есть в нашей компании, это та же самая сотня тысяч трейдеров в компаниях. Если на рынке есть общее заблуждение, поверьте, толпу может сгенерировать даже 50 человек. Это выборка, это выборка и теория вероятности. Толпу делает очень небольшое количество трейдеров. Количество трейдеров в компании? Я знаю. Ваши компании или в общей? Ваши компании. Ваши? Скажем, чуть отдаленно на Кайман похож РСЯ. Ну, это не те сигналы, которые реально стоят воспринимать в Сибирсе. Его можно использовать как второстепенный декан. Но, поверьте, когда вы начнете анализировать рынок с Кайманом, вы поймете то, что с точки зрения поиска реальных возможностей и нахождения в уровне потенциального сворота это более крутого решения на рынке. Это факт. А вы сказали, что у вас есть решение для А3-4, то есть нет или как-то устроить другую группу, другую группу. Будет ли он там, да? Нет. То есть с ребятами отношения? Только, да. Нашим точно. Ну, это у вас какая компания? Вильмарсец. Вильмарсец. Так, ну что, вопросы еще? Спасибо. Тогда большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Он рассказал, что большинство, которые выгуляят, они остаются. А у вас есть? Наше дело сказить, что это зло 10. Которые создают новости, и движения создают. Меньшинство. Ну вот, поэтому я и предложил вам статью. Такая большинство вам, в принципе, воздействие платежи будут так новости, как скучок, и воздействие будут так новости делать. Потому что валенки у таких движений, я чувствую, как упал. Знаете, нам, в буквальном смысле, абсолютно пофиг, что станет причиной достижения Хаймана уровня 70. Самое главное, если мы доберемся на этой планке, мы будем отрабатывать тот сигнал, который показывает Хайман. Что стало причиной? Какой-то серьезный фактор через расхождение технических показателей. Фундамент, конференция Джантьель, драга, либо какое-то ЧП на финансовых рынках, связанное с террористической угрозой. Если на рынке появляется всеобщее заблуждение, а насчет заблуждения я привел вам параллель с Великой депрессией 29-го года, значит, это как раз то время, когда можно заработать. То есть вечером сегодня мы можем отработать, то есть посмотреть на Хайман, как он отработает на новостях по ставке. Нет, это не совсем правильно. Еще раз повторяюсь, то что на Хайман нужно смотреть тогда, когда он дал возможность оказаться цене и, соответственно, себе, выше уровня по евро-доллару в 70 или в 30. Что-то стало причиной для этого, по сути, не имеет значения. Актуальные... Актуальные... Знаете, по евро-доллару из всех отобранных сигналов, которые вы сами сможете посмотреть по истории, неверными, точнее, они в любом случае были верными, но иногда приходилось подождать для того, чтобы рынок пошел по направлению. Оказывается, около 25-27%. Большая часть — это те, которые реально создают возможности, и эти возможности можно использовать прямо сейчас, без каких-то серьезных... Ну, а вы только на дневном, да? Я рекомендую анализировать этот показатель, прежде всего, исходя из дневного, потому что это наиболее стоящая показательная выборка, и в дневном тайм-фрейме вы, скажем, вас сами не могут вести в заблуждение какие-то изменения рыночных настроений в моменте, как по факту вот эта новость. Вы смотрите за реальным трендом, который формируется в том числе и в последствиях настроения. Рекомендуют мертвые. — Извиняюсь, потому что я пропустил, потому что вы об этом же говорили, а вот на ваше восстановление. Про доллар сходят еще, конечно? А 1.03? — 1.13? — 1.03 — нет. 1.03 — но сегодня-завтра будет. — 1.03 — нет. — 1.13 — нет. Я не вижу для этого оснований. Это слишком круто. Но если, к примеру, у Китая снова прольется по центру на 25, то вполне возможно. — То есть так тоже никто не предполагал, что он сходил на 1.12? — 11.17. — Да, это форс-мажор, который появился на рынке. Этот форс-мажор связан с Китаем. — Хоть и хорошо он дал, конечно, ход заработать. — Но потом он вернулся туда, где и должен был находиться, потому что фундамент взял свой. И сейчас продолжает снижаться. Ну тогда еще раз большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете подойти ко мне. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор. Эти форс-мажор.